Травяны такие тут и есть. Поехали. Здорово. Три года назад купил я такую штуку. Кастинговая сеть с большим кольцом. Приехал я на озеро попробовать. Три года назад было. Забрасывал, первый заброс вытаскиваю щука. Небольшая, но щука с первого заброса приятная. За три года я ей ничего не поймал. Но я тренируюсь систематически. Просто это нравится забрасывать. Давайте просто посмотрим как она работает. Не будем мастерства забросов показывать. Я видел, посмотрел целую кучу всяких видюшек обучающих. А вот сейчас я покажу как научиться бросать. Бросает, у него криво ложится. Сразу перестаю смотреть, потому что если профи показывает, накидка, кастинговая сеть должна развернуться в ровную окружность. Не вытянутый овал, не в серп, а именно в окружность. Я не такой мастер. Просто давайте посмотрим, что она из себя представляет и насколько она разворачивается. Я сейчас уже не помню, какого она размера. Расстелим ее и просто обычной рулеткой. Ну, наверное, метра три. Насколько она должна раскрыться. Потом в воду бросим и посмотрим, насколько она раскрывается. Потому что я вот понять не могу. Специалисты есть. Вот скажите, вот это кольцо вообще надо или его надо давно было уже отрезать и бросать как все нормальные люди без этого кольца. Давайте пробовать. Сейчас развернем и посмотрим. Ну вот она развернута сейчас в рукопастную. Развернули ее. Какой она должна образовать диаметр, да, круг при падении на воду. Сейчас замерим. То есть это вручную она растянута. Почти два метра. То есть диаметр 4 метра получается. Ну вот, если я вот так вот заброшу, у меня сразу счастье со мной случится моментально. Ну, нормальный такой круг. Так, и теперь давайте попробуем ее забросить. Я вот здесь нырял. Это рядом с городом. Здесь пару километров до города, не больше. Я здесь нырял. Тут бетонные какие-то хреновины у нас где лежат. Сюда бросать не будем. Будем бросать вот туда в болото. В общем тоже смотрел всякие разные способы там сборки. Вон камень поймали уже. Как-то уловисто. Как вот эту веревку там складывать восьмерками всяко-разно. Я в общем сколько не бросал всяко-разно. Как попал ее собираешь, она никогда не путается. Видать веревка такая. Может сейчас запутается. Ну вообще просто, вот как бог на душу положил, так ее и собираю. Можно так, можно восьмеркой. Все, тут основные элементы вот здесь вот так вот взяли. И дальше палочки будут мешать, убираем. Вот тут их насобирали. И чтобы грузила были не перепутанные. Вот посмотрите, да, вот там всякие китайские вот эти вот сетки. Они все идут с мелкой ячеей. И цена такая там 3-4 тысячи стоит. А посмотрите, которые самовязанные сетки там на 30 ячея уже такая крупная ячея. Думаешь, почему так? Ячея крупнее и сетка дороже. Да это вот ячея мелкая, по-моему, делается, чтобы грузила не проскакивали в ячею, чтобы не путалась. Она за счет этого тяжелее, кстати, сетка. Особенно мокрая. То есть леска ничего, скопрона ощутима. Вот сложил, да. Можно вот так вот сделать. В принципе, вот готово. Заброс. Тоже вот, может, кто подскажет, не нашел я. С какой стороны кидать? С левой, с правой? Такое положение. Я то с той, то с другой китаю. Тоже как захочешь. И вперед. Ну, давайте уже рыбу ловить. Тут рыба есть, но она вон там. Троянка небольшая, но вкусненькая. Я пока переобуюсь, болотники одену. Болотникам, блин, сто лет в обед. Здесь вот ямка под тем берегом. Я не знаю, я докину туда, не докину. Наверное, тяжко будет, но будем пробовать. Сейчас съемки издалека будут. Меня не будет слышно. Может, озвучим отдельно. Сглазил. Сказал, что не путается. Не узел. Но это случайно. Не ловися. Рыба большая. Не ловися. Не ловися. Здесь средненькая. Это как не надо кидать. Прикинь, у меня утром я приехал и тоже через заброс вот такая беда. Три метра может раскрываться максимум, если повезет. Два с половиной. Водорожки ловят из трав. О, я поймал рыбу Ну вот, пара дней на уху Это ротан, амурский ротан, еще называют головеш Он мерзает в лед, а весной оттаивает и плывет Рыбы нет, рыбы нет До ямы не докидываю, яма под тимберином Ну не то, чтобы яма там полтора метра Если вы все-таки собрались покидать сеть кастингов То приготовьтесь, что мокрые, мокрые, мокрые В болотнике тоже течет, с сетки все Но интересно и азартно Как когда рыба ловится, но у меня вот раз в три года Я правда не часто кидаю, но иногда находит, поехать, вот побросать ее Просто ради спорта Амурский ротан Амурский ротан Небольшой круг получается совсем. Кто может видит в чем ошибка, подскажите. Сейчас набьется рыба побольше. Вообще, интересно и азарт. Опять же, какая-то физическая нагрузка, потому что эта штука тяжелая, когда водорослей много в ней. О, поймал рыбу! Небольшая травяночка, они такие тут и есть. Вторая рыбка за три года. Решение такое, отпустить рыбку. Приезжали-то потренироваться. А ушла щука. Когда раскрывается мало-мало, начинает ловить. Два раза раскрылась, двух рыбок поймала. Решили место поменять. Поменять место по необловленному. Маленько закручиваю и бросаю. В общем, кто там смотрит видео, целую кучу гору рыбы там ловят. Ребята, это тренировка все. Не как я там достал раз в месяц порыбачить. Надо тренироваться, чтобы разворачивалась сетка хорошо. И не надо рассчитывать, что сразу вы там обрыбитесь. Черт и как. Просто как к спорту относиться надо. Но капусты морской на салат всегда поймать можно. Вот такой маленький обзорчик по кастинговой сетке. Еще раз с просьбой обращаюсь. Подскажите, что я делаю неправильно в забросе. И нужен ли вообще вот этот вот круг, это кольцо, этот просьбе. Я буду стирать сетку, укладываться. И, наверное, пора пить чай. Всем пока. Мокрый, грязный, в тени. Эта пронакидочка. Это пронакидочка. Плесенье. Продолжение следует... Продолжение следует...